В дендропарке мне подарили, увидев мою такую любовь к цветам, подарили сциндапсус. Сциндапсусов есть несколько. Я вот этот листок удалю. Корешок хороший и даже, видите, есть вот такой длинненький корешок. Ну, вот в этой почве он находился. Я немножко добавлю, конечно, этой почвы. Но, как всегда, покажу, что вот дренаж. Потом добавляю немного коровяка. Я думаю, что пересажу его только весной, поэтому подкормка ему, конечно, нужна. Добавляю почву, богатую перегноем и кокосовый субстрат там есть. И вот сажаю сциндапсус. Вот так вот его аккуратненько, чтобы не повредить. Я дам ему его родную землю, но, конечно, добавлю и хорошую, как я считаю, богатую перегноем. Вот я его в его прежний грунт отправляю. Ну, вот, смотрите, добавляю и кокосовый субстрат, и перегной, торф. Вот. Осталось только полить и попросить, чтобы он у меня рос. Сейчас это сциндапсус. Вы видите, бело-зеленая форма у меня есть, золотистый. Ну, и вот сейчас я его еще полью, но опять поливать буду снизу. Сциндапсус после полива выглядит вот так. Здесь полное уплотнение, но точку роста не надо закрывать. Поэтому я оставлю так, а если увижу, что он пойдет в рост, то тогда, конечно, добавлю еще грунта. Вот. Подарили мне также и суккулент. Вот. Имеет он ампельную форму. Очень уж он мне понравился, но пока везла, конечно, обломала. И сейчас я постараюсь укоренить вот в эту смесь. Это песок, торф и кокосовый субстрат. Так. Вначале я попытаюсь укоренить самые большие листочки, которые ко мне попали. Даже не знаю, надо вот и это удалить, а листочки посадить. Они так один к другому прилипают, что боюсь, что ничего у меня не выйдет. Вот так. Вот оставила череночек такой. И опять вот я его сажаю. Но здесь, смотрю, что вот здесь есть корешочек. Видели корешочек? Вот он малюсенький. Поэтому я его вот так посажу. И, конечно, все это присыплю. И вот этот. Есть еще вот этот у меня. Листочки. Я, конечно же, их все постараюсь сохранить. Очень уже они красивые. Вот, смотрим, с какой стороны. Вот с этой стороны. Поливать сегодня не буду. Пусть они немножко побудут в таком состоянии. Растения, как и человек, попадая в новое жилище, получают стресс. Ну, конечно, я хочу, чтобы и мои растения, которые мне подарили, принялись. Вот так вот. Вот. Я оставляю так. Не поливаю, а завтра полью. Это ампельная форма суккулентов. Понравились мои рассказы? Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok